Здарова, здраво, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и друзья, наконец-таки это совершилось! Прямо здесь находится кое-что очень ценное, и как здесь со всех сторон, в принципе, написано, что вот осторожно, хрупко, ставить только вот так вот можно, вот тут вот вверх подписан, тут написано, что это бока. Короче, друзья, посылочка из Крыма, которую я очень долго ждал, и, конечно же, не открывал без видео, чтобы сейчас случилась моя реакция. Но сначала пожелаю всем приятного аппетита, всем приятнейшего просмотра, в общем-то, что же вообще происходит? Буквально, наверное, месяца два назад я записывал реакцию на видео, где чувак, которого зовут Слава, которому просто нереальное спасибо, огромный респект, прежде всего, за его общие работы, не только даже то, что находится здесь, а то, что он вообще удворяет, у него есть свой канал Handmade, я оставлю обязательно ссылочку в описании в качестве вообще благодарности, в качестве респекта ему, потому что, блин, это тот самый момент, когда руки, ну не то, что из нужного места растут, ну просто, я не знаю, я, мне кажется, сейчас просто в обморок, наверное, упаду, когда увижу это вживую, то есть мне на видео показалось, в очередной, невозможным, а теперь вот здесь вот находится моделька моего Rolls-Royce Amaral в розовой пленке с моими дисками в виде доллара, сделанной из пластилина. Как вообще это возможно, я не понимаю, поэтому, друзья, обязательно загляните к нему на канал, там он, ну там есть видео, как он, собственно говоря, это делает, вот этот Rolls, как он делает другие тачки, еще у меня просто начинает болеть сердечко, когда он в конце концов какую-то из своих моделек потом просто там сминает руками или куда-то там их что-то, короче, разрушает, это прям больно смотреть, ну в общем, реально чувак, во-первых, старается, во-вторых, реально куча интересного контента делает. Ну что, переходим к распаковочке, соответственно, посылка у нас из Крыма, вот так вот она упакована, я ее забрал, все, что нам понадобится, кстати, в принципе, ножнички, перчатки, объясню чуть позже почему, потому что у меня есть целая инструкция, чтобы мне, я же криворукий, вы знаете, я могу, блядь, в любой момент все испортить, я надеюсь, что я сейчас, как буду распаковывать, доставать, ничего у меня тут не вывалится, ну что, начинаем открывать. Не, ну упаковано очень знатно, я очень надеюсь, что почта, там, как бы, действительно, все это аккуратно ввезла, потому что, ну, просто, честно говоря, я не знаю, я переживал, пока посылка была в пути, всякое могло случиться, я надеюсь, что все в порядке. Так, находится все это вот в такой коробочке, я так понимаю, надо сейчас полностью все это распаковать. Вообще, если честно, я, ну, как бы, вообще не думал, что Слава захочет мне отправить эту модельку, и я ему, опять же, еще за это отдельное спасибо, за то, что он мне сделал, грубо говоря, ну, подарок, который вот сейчас вот я в своих же руках буду держать, который останется у меня на память. Так, ну что, мы близки. Ну, по весу, так, прилично, на самом деле. Так, перчатки, наверное, пока не нужны, открывается он с какой вообще стороны? А, понял. Открыть, это что значит? Типа, вот за эти? Все, понял. Короче, вот с этой стороны открывается, вот это вот так вот убирается. И, по идее, сейчас... А, вот это, в смысле, вот, все эти штуки надо... Во, как он сделал, фига себе даже упаковочку. Так. Подожди, смотри, он даже изобразил коробку, и что, с какой стороны оттянуть нужно, чтобы правильно открылось, потому что я-то, блядь, как обычно, сейчас бы допирал три часа. Так, ну, я так понимаю, что лицевая сторона вот эта вот, правильно же? Наверное, с этой стороны. Ну что, друзья, момент истины произойдет буквально через мгновение, потому что, я так понимаю, что мне нужно будет подтянуть за эту, и, наверное, она тут вот, ну, моделька где-то вот стоит на чем-то, или как-то это произойдет. Друзья, готовы? Точно? Открываю. Нет, стоп, давайте маленькая-маленькая короткая рекламная пауза перед самым важным моментом. Конечно же, друзья, для любителей компьютерных игр это будет находка. Если вы вдруг еще не начали играть, конечно же, на GTA 5 RP. Я уже играю на протяжении двух лет, вот, да, осенью как раз два года будет или уже было, и, кстати, проекту тоже исполнилось два года 13 сентября, с чем мы, собственно говоря, и поздравляем проект. И, знаете, я, можно сказать, играю с самого начала, и помимо того, что на старте ребята дали о себе знать за счет того, что у них уникальные системы, уникальные возможности, которые вы не встретите на других проектах, так еще и на протяжении этих двух лет практически каждый месяц выходит крупное обновление, поэтому игроки не скучают, и, собственно, уже несколько десятков тысяч игроков играют именно на GTA 5 RP. Все ссылочки я оставлю в описании. Рассказывать, в принципе, я думаю, ну, все помнят сам, да, сейчас просто все это уже в GTA 5, тоже создаете персонажа, сами выбираете, чем он будет заниматься, на какой тачке он будет кататься, в каком доме или в какой квартире он будет жить, с каким ремонтом в том числе, потому что там все эти возможности есть, можно даже там свой домик украсить любым, вообще, чем захочешь, короче, ну, это вот просто как пример одной из систем. Лицензированные автомобили с возможностью тюнинга, в общем, да, кстати, Rolls можно тоже сделать под аморал, вполне себе, я это, собственно говоря, уже практиковал. Так что, друзья, все ссылочки в описании, можете начать играть уже сегодня, просто-напросто скачивайте лаунчер, а дальше он все делает за вас, и уже сегодня играете на самом крупном и самом лучшем проекте в сфере Roll Playsеров GTA 5 RP. Увидимся именно там. А, промокод булкин, 12500 игрой валюты, а также здесь не платя на VIP, будет неплохим бонусом. Ну что? Хух, бля, я прям... Причем, кстати, вы увидите первые, потому что я, скорее всего... Там есть уже что-то? Пока нет? А, наоборот. Не понял. Смотри, можешь заглянуть сюда? Что? Пранк, который вышел из-под контроля, или что это? Мне отправили чипсы. Бери, стол. Так, давайте инструкцию, потому что, на самом деле, шутки шутками. Да нет, ну там что-то есть снизу. Слава прислал мне целую инструкцию, потому что это, как бы, дело такое. Важное примечание. Желательно машину держать в перчатках, чтобы не оставались отпечатки пальцев. Собственно, я уже подготовил перчаточки. Их можно оттереть тряпочкой, это, в общем, я надеюсь, что отпечатков не останется. Нужно аккуратно, если вдруг оттирать, вообще брать за какие-то детали. То есть, багажник, капот и крыша без особого усилия на них, как бы, иначе можно, видимо, продавить. А боковые элементы кузова крепкие, как и бампера. Надо это тоже запомнить. Так, чтобы взять машину в руки, можно ее схватить с обеих сторон за пороги, приподняв, схватить пальцами за днище и держать. Я просто представляю, что с картиной достаю, у меня все разваливается или еще что-то. Либо пальцами за нижнюю часть бампера переднего и заднего, также приподняв и схватив за днище. Что-то мне, блядь, страшно. Так, если будешь машину переворачивать, чтобы посмотреть днище, может упасть капот и багажник. Так что их нужно придерживать. Багажник и капот открываются. Чтобы открыть капот, тут целая инструкция, фотография, это я понял, как делается. Капот и багажник также снимаются. Там есть петельки и пазы, куда вставлять, собственно говоря, капот и багажник. Так, чтобы открыть багажник, можно открыть пальцами, потянув вверх. Так, подставку под машину не стал делать, так как она ей не нужна. Она простояла полтора месяца на колесах, и они не просели полностью круглые. Так что машина спокойно может стоять на колесах. Это очень круто, кстати. Так, по температуре. В комнате она простоит без проблем, если не будет жара плюс 30. Там даже Хамон свое нос сказал, потому что иногда, мне кажется, особенно в моей комнате плюс 45, блять, бывает. Поэтому надо какую-то относительно холодную комнату поставить. Для большей безопасности можно хранить в холодильник. Чисто вместо пельмени закинул, случайно роллс посварил. Не, ну сейчас это ладно, это мы решим. Все, в принципе, это основное. Инструкция вот такая. Так, смотри. Значит, здесь у нас... А-а-а! Так, а можно... Видно? Блин, я уже успел. Здесь дух экстаза. Прикинь, отдельно. Это все спичным... Блин, я... Я просто не понимаю, как вообще можно вот... То есть, все подписано, как аккуратно. Так, подожди, стоп. По-моему, там была инструкция, как доставать. Потому что я видел сообщение по поводу... Так, а, вот же, блядь. После открытия так выглядит... Вот. Именно так. О, блядь. Я волнуюсь, пиздец, потому что сейчас что-нибудь натворю не то. Так, как мне лучше расположиться? Может мне лечь? Вот так вот. Нормально? Так, сейчас сначала нужно будет убрать пластилин в углах коробки. Убрать прям. Я сто лет в руках пластилина не держал. Вот так. Я боюсь. Он просто здесь довольно сложно. А можно как-то по-другому? Может, подожди, стоп. Скорее всего, они сильно прилипли, так что нужно будет чем-нибудь отковырять. Это вот до этого момента я не дочитал. Тогда ладно. Блядь. Что-то упало. Я боюсь, пиздец. Так, короче. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Значит. Справился? Вроде бы. Так. Это кладу сюда. Я так и не понял, что тут лежит. Охренеть. Ты понимаешь, что это из пластилина сделано? Как это вообще возможно? Объясните мне. Кто-нибудь может объяснить, как это возможно? Этот человек должен в Голливуде декорации, я не знаю, делать какие-то. Так, стоп. Теперь, как вытащить, собственно говоря, отсюда Rolls-Royce? Вот эту штуку надо вверх убрать. Ага. Офигеть. Просто я не понимаю, как это возможно. Я просто не понимаю. Так. Покажем. Все. Так, теперь перчатки. Фух. Фух. Ну, реально, как бы не хочется, как бы в первый же этот раз, как-то что-то испортить. То есть, вообще, в целом хочется сохранить ее. Как она выглядит? Она, ну, как бы, вот, невозможно вообще понять, что она сделана из пластилина. Вообще невозможно. Я аж вспотел, потому что, ну, нервничаю, реально, не хочу сейчас тут что-то накосячить. Так, за капот. Фух, блядь, за капот не надо. Подожди, значит, надо заднище, да? Охренеть. Охренеть. Ну, вот, как бы, ну, как? Смотри. Ну, по весу она, короче, ну, я не знаю, грамм, может быть, 200, что-то типа того. Ну, то есть, она, в принципе, такая легкая. Блядь. Стоп, а что зеркало? Прикинь, она зашевелится. Она даже регулируется. Охренеть. Я не понимаю. Подожди, багажник должен открываться. Смотри, что внутри. Пиздец. Просто пиздец. Нет, все нормально, я не сломал, то есть, оно, как бы, он съемный. Смотри, он сделал кувшин, как getting over it. Типа, мужика здесь только не хватает в кувшине. И там лежат бутылочки Липтона. Маленькие. Офигеть. Бля, он такой крупенький, мне жалко. Может сломаться. Лучше пусть здесь лежит. Офигеть. Масло, что ли, это? Блядь, реально в багажнике лежат вещи. Просто вот, мне сейчас даже страшно обратно вставить деталь, которая предусмотрена для того, чтобы она вставлялась обратно. А человек это все лепил, все это делал специально, вот, просто настолько кропотливая работа. Смотри, закрыл. И капот открывается, смотри. Самый прикол же, что капот, давай мы вот это лишнее все, наверное, вот так вот отодвинем, это нам уже не нужно. Капот открывается, я так понимаю, за счет... Вот тут вот дырочка. Я не понимаю, блядь, как? Как можно просто это сделать? Я в ахуе просто. Это сделанная моделька из пластилина, просто из пластилина. Колеса поворачиваются, что, блядь, происходит вообще, я не понимаю. То есть, короче, слабые места у этой тачки, это вот капот, крыша и багажник. То есть, на них лучше не давить. В принципе, ну, я так понимаю, что Слава, на самом деле, я описал просто, чтобы ее максимально было аккуратнее. Не скажу, что здесь прям нужно вот так вот. То есть, в принципе, вот, пожалуйста, ее можно брать, с ней ничего не будет. Она реально как бы держится за днище, за бампера, все спокойно. То есть, ничего тут не ломается, не прогибается, не свисает. Просто он, видимо, перестраховался, чтобы я там не вот так вот и не схватил резко. И за дверью тоже, я так понимаю, можно брать. То есть, ничего страшного с ней не случится. Блядь, как? Ну как? Этот человек должен реально создавать, может открыть свой бизнес и делать модельки. Прикиньте, вот, даже не то, что на заказ, а просто запустить какой-то вот, ну, я не знаю, просто какие-то машинки вот так вот продавать. Это же, ну, нет таких аналогов, мне кажется. Это очень... Вообще, я не знаю, это не передать словами, друзья. Тут, короче, я так понял, что есть обычный... А я смогу его туда вставить? Нет, наверное, это такая довольно работа кропотливая, потому что здесь в куске обычного пластилина на конце реально, посмотри, он милипиздрический, дух экстаза, который сделан тоже из пластилина. Который, вот просто, вот такая мелочь, она реально похожа. И ее, как бы, ну, нужно вставить туда, потому что, так понимаю, это очень хрупкий элемент. Если бы она изначально сейчас была на модельке, то могла сломаться. Это я лучше отдельно сейчас, ну, сейчас у меня руки трясутся, я с непривычки вообще. Я лучше потом это отдельно вставлю уже, когда поспокойнее будет. Это просто, это я не знаю, блин, нереальный респект, огромное спасибо. Как бы, я надеюсь, что она сохранится, с ней ничего не случится. Как бы, главное, чтобы не растаяло. Потому что, я говорю, у нас жара в доме такая, что только если температура. А так, понятное дело, что я ничего с ним не натворю. Вот такой вот, друзья, Rolls-Royce Ghost Long. Ну, то есть, ну, копия того, который у меня, собственно говоря, сейчас на данный момент в реальной жизни. Вот, я не знаю, за колеса, наверное, лучше не брать. Колеса, блядь, даже круглые, просто максимально круглые колеса. Просто вот реально все, все гище воссоздано тоже максимально реалистично. Я не понимаю, я не понимаю. Ну, это уникальный человек, реально, без привлечения, чтобы такое все сделать. А, подожди, сам это прикол, что двери-то тоже открываются. Страшно, блядь. Они точно открываются? По-моему, да. Блядь, я боюсь. Они как-то нелегко идут. Ай, может, подковырнуть надо? Я не хочу, блядь. Мне прям реально страшно. Такое ощущение, что, знаете, держу, я не знаю, какой-то драгоценный, не знаю, хрупкий, какой-то ювелирный предмет, который стоит, я не знаю, миллион евро, блядь. Я могу просто его вот сейчас что-то сделать и все испорчу. Поэтому, учитывая, какой я кривожопый, блядь, это, в принципе, заметно по прохождению там игр и вообще в целом по каким-то моментам в моей жизни. Я лучше, блядь, не буду реально этого делать. Но двери, по-моему, открываются. И в любом случае, опять же, у Славы на канале есть, и как он это делал, и как он обозревал, и смотрел, и показывал, что тут есть. Я просто знаю, что у меня теперь на память есть мой Rolls-Royce. Даже когда у меня его не будет в реальной жизни, я буду знать, что, блядь, был такой проект в реальной жизни. И есть такой чувак, как Слава, у которого руки золотые, и он просто сделал мне подгон из пластилина. Из пластилина, блядь. Из пластилина. Да, друзья, это невероятно круто. В общем, как-то так. Буду беречь, хранить. Это очень круто. Главное, чтобы реально не расставило. Все, положу, поставлю. Я даже не буду прикасаться к нему. Нахрен надо, блядь. Друзья, как-то так. В общем, тут даже, знаете, на самом деле лайк даже не мне, а вот то, что вот за такую работу Славе. Ну, просто, мне кажется, просто по-другому никак. Это реально, вот это, я понимаю, творчество. Вот это, я понимаю, это пиздец. Ну, в смысле, в хорошем смысле этого слова. Так что, друзья, как-то так. Я не знаю, я просто смотрю, ну, тут слов никаких нельзя подобрать просто. Нельзя никаких слов. Да, блядь, да там просто вот та же мультимедиа, вот это то, что я на видосе смотрел. Ну, как это возможно слепить? Ну, как? Так, я не понимаю, как это возможно слепить? Вот это все. Просто, просто пиздец. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, что впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья. До новых встреч.